Всем привет, с вами Юлька, и сегодня мы рассмотрим матч Ювентус-Спортинг. Сейчас Ювентус и Спортинг имеют одинаковые показатели в таблице. Ими ночные поединки становятся для соперников крайне важными. Первая серия противостояния пройдет в Турине. Чем она запомнится болельщикам? Много что уже случилось с Ювентусом в этом сезоне и первое сухое поражение от Барселоны 0-3 и первый незабитый Дебало пенальти. В этот уикон прервалась и впечатляющая домашняя серия в серии, которая продолжалась 41 матч без поражений, прервал ее отца. А Паоло Дебало при счете 2-3 на 96-й минуте снова не реализовал пенальти. Помимо упомянутого проигрыша каталонцам в Лиге чемпионов, туринцы смогли обыграть Олимпиакос 2-0. Оба гола были забиты во втором тайме. Португальцы начали групповой турнир ударным матчем против Олимпиакоса. Уже после первого тайма на табло горел счет 3-0 в их пользу, но, расслабившись в концовке, Ливы победу чуть не упустили. Пропустив два мяча, вторым испытанием был домашний поединок с Барселоной. Здесь все решило отоголка отца в начале второго тайма. Хотя в целом лиссабонцы смотрелись довольно неплохо, если откинуть матч Кубка Португалии против малоизвестного Олимпиакоса. Кто за последние четыре матча в чемпионате ЛЧ Спортинг забил всего один мяч, Дома Ювентус пропускал лишь в одном из шести матчей сезона, прогноз конечно. После проигрыша Лаца, старая сеньора, будет настроена самым серьезным образом и постарается оправдаться перед болельщиками и уверенным матчем с португальцами. Но слишком большого перекоса в сторону атаки лично мы не ждем. С уходом Банучи в защите туринцев есть сложности, так что придется все-таки играть с оглядкой. К тому же Спортинг в последних поединках испытывает явные проблемы. В атаке колы Львам даются с огромным трудом ждать большой помощи в пробитии предлагаемого татала. От них трудно, считаю, что матч слишком ярким не станет. На колу сейчас стоит очень многое, так что татал меньше трех мячей. Лиза коэффициент 1,66 видится оптимальной ставкой. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok